День за днём Если предприятие, учреждение имеет приятное, красивое лицо, оно, наверное, привлекает клиентов, привлекает население. Награждение победителей городского осмотра конкурса. Поставил транспортное средство на пешеходной зоне возле подъезда номер 2, чем нарушил статью 17.4, нарушение правил благоустройства. Очередное заседание административной комиссии. Вот уже восьмой год подряд, накануне весны, лучшие из лучших в современных танцевальных направлениях и стилях делят пальму первенская. Фестиваль современного танца в Десногорске. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В минувший вторник в администрации на плановом оперативном совещании заместитель главы Десногорска Вера Евсюкова подвела итоги минувшей недели и определила задачи на текущую. Подробности далее. Прошедшие праздничные и выходные дни прошли спокойно, без происшествий. Все запланированные мероприятия были успешно проведены. Спасибо всем, кто принимал участие в этих мероприятиях. Спасибо за охрану общественного порядка. Девять учреждений образования Десногорска подали заявки на участие в конкурсе госкорпорации по социальным проектам. Общая сумма этих проектов составляет около 3 миллионов рублей. Надеемся, что мы выйдем на эти проекты, и тогда мы решим вопросы. Основные номинации были по развитию творчества детей и по вопросам экологии. В настоящее время работники культуры готовят праздничные мероприятия к женскому дню. Теперь граждане Смоленской области смогут узнать о бюджете в социальных сетях. На сайте администрации в разделе «Бюджет для граждан» показана упрощенная версия, которая объясняет планы и действия администрации области во время бюджетного года. Благодаря этому нововведению любой гражданин может узнать, куда уходят бюджетные деньги. С 1 марта в Смоленской области владельцы территории, прилегающих к лесам, обязаны следить за пожарной безопасностью в целях предотвращения ситуации, когда лесные пожары возникают в результате перехода огня с земельных участков на прилегающие к ним лесные массивы. Об этом сообщили в областном главном управлении МЧС. Такие действия позволят повысить пожарную безопасность населенных пунктов, объектов инфраструктуры и лесного фонда. На минувшей неделе стали известны имена победителей городского осмотра конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. Конкурс ежегодно проводит администрация Десногорска и с каждым годом растет количество его участников. Кто стал победителем нынче и в каких номинациях, расскажем прямо сейчас. Конкурсная комиссия определяла победителей по пяти категориям. Самые крупные – торговые предприятия сетевых компаний. Первое и третье место никому не присудили. На втором месте – универсам пятерочка номер 414. Следующая категория – торговые предприятия с общей площадью от 100 квадратных метров. Здесь два первых места – торговый дом «Центральный» и магазин «Мастер Макс». На втором – магазин «Садовод», на третьем – магазин «Юта». В категории торговые предприятия общей площадью до 100 квадратных метров два вторых места – магазины «Сад чудес» и «Престиж». Два третьих – магазины «Саквояж» и «Каприз». А победителем признан магазин «Магия цветов». В категории предприятия общественного питания на первом месте ресторан «Буржуй» на втором – кафе «Марципан». Серьезная конкуренция развернулась среди представителей сферы обслуживания. Два первых места – салон «Магия красоты» и парикмахерская «Бьюти». Два третьих места – парикмахерский стиль и бьюти «Ника Ева». На втором месте – парикмахерская «Ирина». Лично для меня этот конкурс означает очень много. Во-первых, это радость для всех горожан нашего города. Во-вторых, для клиентов, которые к нам приходят и посещают. Большое спасибо нашей администрации, что они не оставляют нас в стороне, предлагают нам участвовать. Причем всем желающим помогают, поддерживают и в том числе стимулируют. Все победители смотра конкурса награждены дипломами и ценными подарками. В законную силу вступили правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения. Новые требования розничной торговли направлены на обеспечение безопасными и качественными лекарствами и медизделиями. В объектах реализации препаратов должны быть установлены системы, которые смогут выявить контрафактные или некачественные лекарства. ЭКО стало доступнее смолянкам. Получить бесплатную квоту на прохождение процедуры экстракорпорального оплодотворения в этом году смогут более 600 смолянок. Получить направление для бесплатного проведения процедуры можно за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Для этого женщине следует обратиться к лечащему врачу в консультации по месту жительства или же сразу отправиться в специализированные центры ЭКО, которых в Смоленске три. Пациентки сами могут выбрать клинику, где хотят пройти лечение. Кстати, работают они не только для жителей нашего региона. Сюда приезжают и пары из других областей. И снова о наболевшем. Цены на топливо снова подросли. ФАС опубликовала новые данные последнего мониторинга цен в области. На Роснефти стоимость дизельного топлива выросла на 30 копеек. Сейчас стоимость дизеля составляет 36 рублей 50 копеек. На Луколе дизельное топливо, 92-й и 95-й бензин стали дороже на 20 копеек. На заседании комиссии было рассмотрено 23 протокола об административных правонарушениях. Подробнее в нашем сюжете. По 27-й статье областного закона было рассмотрено 19 протоколов. Нарушение тишины и спокойствия граждан ночное время с 22 до 6 часов в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечёт предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысяч до 2 тысяч рублей. По трем протоколам вынесены наказания в виде предупреждения. По 15 штрафы в размере 1 тысяч рублей. И по одному протоколу принято решение о прекращении. По статье 17.4 областного закона об административных правонарушениях на территории Смоленской области рассмотрено 4 протокола. Статья 17.4. Нарушение запретов, установленных утверждёнными органами местного самоуправления городского округа правил благоустройства территории городского округа, влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. По трем протоколам нарушители наказаны штрафом по 3 тысячи рублей. И по одному протоколу комиссия прекратила рассмотрение. С 1 марта два дня в неделю, во вторник и субботу, регистрация авто и выдача прав в Смоленской области будет проходить только по записи через портал Госуслуг. В другие дни приём граждан будет осуществляться в обычном режиме. В Смоленском районе жители лицезрели вооружённых силовиков в бронежилетах и касках. Среди граждан это вызвало панику. Как выяснилось позднее, проходили антитеррористические учения, главные силы которых были сосредоточены в деревне Липуны на трассе М1. В учениях были задействованы сотрудники ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. По легенде, в деревне Липуны террористами были захвачены заложники. Смоленские бойцы успешно справились и освободили их. В Смоленске прошло открытое первенство области по фигурному катанию. В турнире приняли участие самые молодые фигуристы из 25 регионов страны. Это соревнование в нашей области проходит во второй раз. На нём спортсменам удается показать своё мастерство и поучиться у коллег. Такие турниры полезны и для организаторов. 25 февраля впервые в Десногорске в городском центре «Досуга» состоялся 8-й международный молодёжный турнир по современным и спортивно-бальным танцам «Энергия движения-2017». Семь лет подряд площадкой для фестиваля служил город Вязьма. О том, как прошёл фестиваль в нашем городе – наш следующий сюжет. На сцене в городском центре «Досуга» в мастерстве современного танца соревнуются лучшие коллективы Смоленской, Псковской областей, а также из Республики Беларусь. Увидев это зрелище, невозможно не влюбиться в танец. 34 коллектива, а это более 400 человек, прибыло в наш город, чтобы побороться за пальму первенства в современных танцевальных направлениях и стилях. Все коллективы, которые приехали к нам сегодня – это, можно сказать, сливки современных направлений. То есть эти коллективы постоянно пересекаются на других турнирах, на других конкурсах. И сегодня мы постарались собрать здесь самое лучшее. Каждый хореографический коллектив на сцене старался показать только лучшие свои качества, профессионализм и актёрский талант. Оценивало мастерство танцоров компетентное жюри под председательством Надежды Белозерцевой, консультанта международного российско-финского проекта «Точка опоры». Всего в этот день на суд было представлено свыше 70 номеров. Но больше всего всех присутствующих в зале покорили выступления гостей из Белоруссии. Зрители поражали костюмы и оточенность каждого движения. От яркости танцев у всех сидящих в зале просто захватывало дух. Не менее яркое зрелище и за кулисами. Здесь коллективы с волнением ожидают своей очереди. Всё проходит в подготовке и напряжении. Волнение чувствовалось как у самих артистов, так и их наставников. Коллективов так много не ожидали, что конкурс такой будет. Как бы вообще впервые в этом городе. Не знали, на что рассчитывать. Было очень волнительно. Мы видим, что конкурс такой весомый. Наш город на турнире представили два коллектива городского центра досуга «Каприз» и «Модерн». На суд жюри и зрителей они представили по два танца. Нежная зима в исполнении коллектива «Каприз» покорила искренностью, внутренней энергетикой, светлым ожиданием любви. Воздушные, лёгкие девчонки были словно вуаль, с которой они работали. Такими же невесомыми и прозрачными. Турнир «Энергия движению» продолжался более пяти часов. Очень волнительным был момент, когда жюри подводило итоги. Все победители и призёры конкурса были отмечены почётными грамотами и памятными призами. В числе лучших оказался и наш коллектив «Данс-клуб «Модерн». Он стал лауреатом третьей степени. С 1 марта в выставочном зале историко-крывеческого музея «Феникс» открылась выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства своими руками. На ней представлены поделки умельцев нашего города. Работы можно не только посмотреть, потрогать руками, но и приобрести в подарок для своих родных и близких. Выставка пробудет до 12 марта. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.